Психологическая уверенность По появлению мышечной памяти неизбежно появляется и психологическая уверенность в своих умениях. Так ли это? Конечно же так. Ответьте на простой вопрос. У вас возникает сомнение по поводу того, что вы не сможете вытащить газету из почтового ящика? Нет? Разумеется нет. Ведь вы же тысячи раз уже производили эту операцию. Вы помните каждое свое движение. Если вам закрыть глаза за несколько метров до почтового ящика, то вы вряд ли ошибетесь в своих действиях. А теперь давайте представим следующую фантасмагорическую ситуацию. К вам приходит человек и говорит о том, что даст вам 10 миллионов долларов наличными, если вы сумеете открыть свой почтовый ящик и достать оттуда свежую газету в течение одной минуты. Причем этот человек гарантирует, что почтовый ящик ломаться не будет и переделываться под другой ключ. Также он предупреждает, что вы должны будете спуститься со своего четвертого этажа без лифта по лестнице, где будут стоять люди, которые создадут много шума разными возгласами, призывами, свистами и так далее. То есть на вас будет оказано психологическое воздействие. Физические контакты будут исключены. Но, если вы не откроете ящик за минуту, то вынуждены будете отдать вашу квартиру этому человеку. В чем подвох? Вопрос, который будет вас интересовать в первую очередь. Когда убедитесь в том, что подвоха никакого нет, то зададитесь другим вопросом. Неужели можно так разволноваться из-за больших ставок, чтобы не открыть несчастный почтовый ящик за одну минуту, который открывается пальцем? Пойдя на условия благодетели и понимая всю бредовость сомнений по поводу неоткрытия ящика, вы, тем не менее, перед началом ваших действий обязательно мысленно пройдете весь маршрут, прислушиваясь к каждому сокращению каждой мышцы и оценивая мышечные усилия всех без исключения движения. Ведь сбоев не должно быть, слишком высоки ставки. И как бы вы не волновались, как бы вы не осторожничали, как бы вы не концентрировались, все равно предложенное задание выполните. Почему? Потому что делали это тысячи раз. Потому что заминка была только однажды, 10 лет назад, когда замок в ящике был новый, равно как и ключ, и ключ слегка заел в замке. А вывод очевиден. Сформированная многократными повторениями мышечная память асимптотически приближает вероятность правильного выполнения того или иного движения к 100%. Со стопроцентной гарантией сделать точный удар или точную передачу может только творец. Человек же должен быть вполне удовлетворен, когда вероятность правильных движений будет только лишь приближаться к абсолюту, никогда его не достигая. Гармонизация мышечной и зрительной памяти может творить чудеса. Человек может ездить на велосипеде, не касаясь руля руками, может джонглировать дюжиной предметов, может бить по мячу, довольствуясь только фиксацией начальной фазы полета мяча. Мне знакомо ощущение, когда к тебе летит мяч, и ты замыкаешь этот прострел, в финальной фазе которого ты сам полет мяча уже не контролируешь. И так ясна точка соприкосновения ноги и мяча. Для того, чтобы подобное чувство появилось, необходимо замыкать подобные передачи не одну сотню раз. Вспомните, те, кто тогда уже родился и осознавал увиденное. Чемпионат мира. Вспомните, это чемпионат мира по хоккею в Москве в 1972 году. Поляков сделали 20-0, страшных и неуступчивых шведов 9-1, а главных своих соперников чехов 9-1, тоже 9-1. Три восклицательных знака. Почему такие фантастические цифры? Потому что игровые кондиции были подняты на огромную высоту благодаря систематическим и напряженным тренировкам. То, что тренируется, то развивается. Надеюсь, не забыли. Разве можно было бы забить 20 шайб, будучи неуверенным в своих силах? Чем выше уровень мышечной памяти, тем выше психологическая устойчивость. Тем выше инертность к внешним раздражителям. Если у футболиста поставлен удар на тренировках, допустим, пенальти, то и на 100-тысячнике, оглушаемый болельщиками, он не промахнется. Если же бить по 20 раз в неделю, как Рональда, то, сами понимаете, не всем выезжать на врожденных талантах. Вы когда-нибудь видели, чтобы чемпион мира по боксу дрожал, волновался перед боем с чемпионом совхоза «Рассвет»? Разве что, если совхозный чемпион будет иметь габариты Валуева. Да и это вряд ли снимет с лица чемпиона мира снисходительную улыбку. Слишком уж велика разница в классе. Никакие стадионы, никакие болельщики, никакие заангажированные судьи не смогут заставить вас волноваться, если вы уверены в своих силах, если знаете цену игровому потенциалу вашей команды. Эффект чужого поля, вынуждающих гостей играть скованно от обороны, в большинстве случаев это яркое подтверждение того, что в современном футболе с уверенностью в своих силах есть проблемы. Если вы заставите чемпиона мира по шахматам играть с вами не на его территории, а в своей стране, более того, в своем городе, более того, в своей квартире, более того, на любимом столике на балконе, результат все равно будет известен заранее. Никакие стены, никакая поддержка вам не поможет. Слишком огромна разница в классе. А фраза «в футболе все может произойти» – сказочка для дилетантов. У меня все, господа.